Мудрость тысячелетий из древних манускриптов. На протяжении целого века сотрудники Института монголоведения, будологии и тибетологии Сибирского отделения Российской Академии Наук изучают и сохраняют историю и язык родной Бурятии. Помимо лингвистического изучения строя бурятского языка, ведется работа по составлению словарей. Изданы бурятский русский и русско-бурятский словари, а также словари хавнигарского, догурского, барбутского языков. Словари теперь доступны и в электронном виде, что существенно облегчает доступ к ним всех желающих. Сотни томов научных работ – уникальный вклад в историю региона. Имеющиеся исторические документы, артефакты, ученые, которые работают, могут их читать, могут их понимать, трактовать, доносить понятным языком до современников и реализовывать те заложенные основы и базовые знания, которые есть в этих исторических документах. Гордность, что институт располагает в одном из крупнейших в мире собрание монгольских, кибетских книг, рукописи, ксилографов, что представляет национальное настояние Российской Федерации, национальное настояние нашего народа. За последние 10 лет специалисты института совершили около 60 экспедиций. Объездили районы Бурятии, регионы Дальнего Востока, Монголии и не только. Прошло 80 научных конференций, в том числе международных. Народ, который не знает свое прошлое, не имеет будущее. Это слова Михаила Васильевича Ломоносова. Благодаря Бурятскому научному центру, институту многоловедения, мы знаем свое прошлое, мы изучаем его и даем возможность всему миру познать наше прошлое. В институте работает аспирантура, которая выпускает лучшие умы региона. А лучшие сотрудники сегодня получили медали и грамоты из рук первых лиц. Ася Касьянова, Жаргал Цариндашеев, Новости дня. Редактор субтитров А.Семкин